Книга «Открытым оком», том 9. Тема литература. Вопрос 2293. По каким признакам можно понять, к чему клонит автор своей книги? Это же и относительно серии ваших книг «Открытым оком», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно, иногда читаешь сектантскую литературу, и почти полкниги прочтешь, и кажется, что правильно все говорят. Но потом еретические рога полезут из всех углов. Неплохо видеть, чье благословение на книге, но это только для малоопытных. Иногда липовые благословения ставят, не показывая тому, кто розчерк дал на книге. Иногда и благословитель сам ничего не понимает написанным. Если собрать все благословения патриарха сегодняшнего, то этих книг с его якобы подписью, ему хватит еще на несколько жизней, чтобы прочитать их. Для более внимательного нужно знать содержание Библии и толкование ее по святым мужам православной церкви. Тогда почти безошибочно можешь рецензировать книжки, разгадывая смысл и замысел автора. Для наглядности приведу статистику по 22 словам, которые встречаются в 9 книгах открытым оком. Златоуст – 1012, коммунист – 403, жития – 1048, священник – 2672, поп – 716, епископ – 1494, библия – 3347, евангелие – 2333, проповедь – 3940, благовестие – 1027, священное писание – 2445, патриарх – 1256, старообрядцы – 300, московская патриархия – 300, зарубежная церковь – 291, слово Господь – 8762 раза, Завет – 1158, монах – 1524, инок – 1021, честно, благочестие – 3682, иегова – 454, саваоф – 244 раза. Зная, что я люблю Христа и Библию, и отрицательно отношусь к лицемерию и обману, станет понятно, в каком смысле встречаются всегда указанные слова. Только от указанных слов книги уже приобретают определенный цвет и запах. В них встречается цитирование мест Библии около 27 тысяч раз, целыми стихами или пакетом. Кроме того, в девяти томах помещено 723 религиозных стихотворения, более чем 102 известных и 53 неизвестных авторов. Заранее готовимся к еде, знакомой со вкусом и ресурсом, придется ли в гостях досыто посидеть. Воспоминаниям о сытости закусим, не просто угадать наклонности других, всем угодить лепешкой из пустыни, чем начинить на память пироги, и плов, который в стужу не остынет. Заколотый телец не на один присест, и жареным повеет возле кухни, придут ли званые, пустует столько мест, и наготовленное суе не протухнет. Заморский кулинар готовит соус, до приторности сладкое и специи с подливом. Тут целый поросенок, жирным фокус, на аппетит ведро сектанских сливок. Готовлюсь к проповеди, Гиблию открыл. Передо мной апостолы, пророки, чем выше кровля, хуже без перил, не звергнуться так просто ненароком. Какое дать пришедшим в храм лекарства, сообразуясь с затяжной болезнью, небесное, чтобы искали царство, и за столы чужие, чтоб не лезли. Голодные ли, с жаждой ли пришли, глазеющие, ждущие чего-то, мерещится им отдых и шашлык, а им вдруг перец до большой икоты. Сумеют ли потом переварить, расхлебывая прошлые ошибки? Мы все по-мелкому, по-крупному воры. Не круто заварить бы и не жидко. Что за рецепты у святых отцов? Как применить? Сготовить не на кале. Мной приготовленный проглотит ли кусок? На постном масле, не с гадаринским салом. 10 июня 2004 год. Игнатий Лапкин.